В общем, рассказывать я буду о штуке, которую применяю сейчас в проекте, достаточно активно. Это прям продакшн вообще на всю голову. И это проверенная штука. Там в статье, которую я писал, там еще была приписка концепт, но это уже не концепт, это уже работает. Короче, в чем смысл? Я очень сильно люблю рельсы, я очень сильно ненавижу рельсы. Люблю рельсы, наверное, потому что мы здесь все в зале сидим, потому что если бы мы не любили их, мы бы тут не сидели. А вот не люблю рельсы за их базовые принципы, один из которых это типа рельсы наше все, а база данных это такой Excel. Никаких умных записей, никаких умных штук в базе данных быть не должно, потому что все делается в рельсах. Ну, для чего? Потому что мы можем взять пасгресс, выкинуть, засунуть туда MySQL. И все заработает. Но так никто не делает. Это такая концепция, которая мертва изначально. Потому что типа да, мы можем все писать на скоупах, но потом заменить MySQL на пасгресс, это такая отдельная боль, которая равносильно переписыванию проекта. И посему рельсы, из-за этого принципа, рельсы сильно-сильно завязываются на универсальности доступа к базе данных. Это я считаю очень плохо. Что я сделал? Я сказал, что у меня есть там пасгресс, никаких MySQL у меня в жизни не будет, а если будет, я застрелюсь лучше, чем буду переводить этот проект. И дальше все поехало. Ну, первое, что хотелось, нажимайся. Первое, что захотелось мне сделать, это избавиться от всяких утилитарных штук. Ну, допустим, у нас поле created at в базе данных, оно всегда ставится в текущую дату при создании записи. И рельсы каждый божий раз, это, зараза, туда записывают. Вот, я это решил перенести в базу данных. Пусть база данных сама записывает туда, благо это очень просто сделать. Пишешь default current timestamp, и оно, короче, работает. Потом надо еще рельсы попросить, типа рельсы, а вы не записывайте, пожалуйста. Благо есть там одна строчка, делаешь ее false, и оно в рельсе перестает заботиться об этих timestampах. Ну, типа updated at тоже неплохо было бы сделать. И с updated at, ну, SQL запрос не тот, вы его так не вчитываетесь. И с updated at там чуть-чуть посложнее, потому что мне, получается, надо было добавить триггер, который перед тем, как поменять запись, в updated at запишет current timestamp. О, боги, очень сложно. Но, тем не менее, после этих двух небольших штук, типа уставления дефолта в оба поля и триггера в updated at, у меня, о, боги, все заработало. И, типа, думаю, ну, давайте продолжим. И пошел дальше. Следующая штука – это touch true. Опять же, я пока еще не этот SQL запрос. Типа есть у нас touch true, который там в балангцу ставишь, и он такой всем updated at меняет. Не только себе, а всем. Вот. Ну, тоже там SQL запрос чуть-чуть посложнее был, но все еще достаточно простой. Я брал все frame ключи, находил соответствующие записи, вот, и там менял updated at. Тоже ничего сложного. Вот. И таким простой штукой у меня и touch true вообще из рельсов полностью пропали. Дальше под нож пошли counter cache. Никто не любит делать join, а надо. Никто не любит делать count звездочка, а то же надо. Ну, когда хочется count звездочка, приходят рельсовики и говорят, сделай counter cache и не парься. Ну, чтобы не делать select count as что-то там. Потому что в рельсах это вообще невозможно сделать. Вот. Небольшой триггер, который, конечно, базу данных, может быть, даже немножечко позадалбывает, зато работает прекрасно, counter cache полностью выпиливается. Ну, да. Counter cache в рельсах еще не всегда работает, но это такое тоже. И created с updated at тоже там не всегда работают, но сейчас мы не об этом. Вот. Следующая штука. Ну, вот, кстати, да, я просто два слайда местами неправильно поставил. Это вот created updated at поставил. Вот эта строчка выключается. И вот он, touch, который засовывает это в updated at. Не будем останавливаться, там все просто, сами напишите. Вот. Сейчас, до следующего отойдем. После того, как я counter обновил, там в некоторых случаях мне захотелось counter кэши иметь на выборке. Ну, там типа активные пользователи и неактивные пользователи. Мне надо было два counter кэша. Тоже это легко делается триггером и вообще никаких особых проблем не возникло. Но я как программист понимаю, что вот код, который я пишу, он должен быть проверен. Пока на код нет тестов, код считается нерабочим. Наверное, вы со мной даже согласитесь. Вот. И поэтому, ну, вначале я пытался писать… А, ну, дальше под нож пошли всякие утилитарные штуки. Ну, типа там преобразовать все к маленькому регистру. Или там проверить на то, что в конце, я не знаю, точка запятой написана. Ну, какие-то такие штуки, которые нормализуют данные. Ну, для этих штук пришлось писать тесты. Эти тесты выглядели вот приблизительно вот так. Я бы их назвал вообще acceptance тестами такими. Ну, называется… Я вообще не знаю, какие у тебя там триггеры, что там у тебя происходит. Вот. Просто проверь, что оно работает. И все. Проблема возникла с SQL-ным returning, который возвращает из базы данных записи, которые мы только что обновляли, ну, или вставляли. Вот. В рельсах, в самом фреймверке, там это гвоздями пробито, и менять это там крайне тяжело без манки-патчинга. Пришлось закатать рукава и написать такую здоровый-здоровый манки-патчинг. Рельсы на это не пойдут, чтобы это поменять, потому что они говорят, типа, универсальность должна быть везде, и извините, пожалуйста, кроме ID-шника мы вам ничего не вернем, потому что соседняя база данных ничего кроме ID-шника возвращать не умеет. Вот. Поэтому пришлось чуть-чуть поприседать. Сел в шпагате и, короче, дал возможность внутри модельки указывать, какие поля нужно возвращать из базы данных. У меня теперь returning ID, created add, updated add. Ну, вот приблизительно вот так. Ну, патч есть, я в конце ссылку дам. После этого начали писаться вот такие тесты. После таких тестов таких тестов стало мало. Захотелось больше тестов. Нужно больше тестов богу тестов. Что это такое у меня вообще? Я не помню. Да. И, короче, я решил написать SQL-тесты. Хотелось мне их писать не как весь интернет пишет. На тот момент я много чего читал и обнаружил, что весь интернет пишет рядышко. Тесты, короче, на SQL совсем отвязно от своего текущего фреймерка и программы. Ну, типа там какой-то SQL-файлик, он что-то там где-то выполняет, что-то там возвращает. Я, короче, хотел это интегрировать с RSpec. В принципе, интегрировал. Что я делаю? Я создаю на каждый тест, я создаю функцию, которая называется RSpec подчеркивание что-то там. Вот. Эти функции потом легко можно достать всем одним скопом и все их удалить. И в конце тестирования я их, собственно, удаляю все. То есть в момент выполнения теста создается функция, которая тут же вызывается. В конце функции возвращается какое-то определенное значение. Но я возвращаю строку ок. И проверяю, что функция вернула ок. Это означает, что функция доработала до конца. И внутри там есть еще какие-то race condition, которые проверяют посередине, чтобы два раза не вставать. Здесь у меня эта функция, собственно, создается. Вот там, где контент в конце, я как Zoom не умею, как Алексей умеет. В общем, в конце там есть f-контент. Это, собственно, содержимое файлика, которое лежит рядышком. Я иду в соседнюю папочку, читаю все файлики, читаю их контент, содержимое, и создаю нужное количество функций. Потом их выполняю, смотрю, что они все вернули ок. Таким образом у меня реализованы SQL-тесты. Вот, кстати, обход. Он достаточно простой на 3,5 строчки. Ну, там есть такие нюансы. Типа там, слыши, позаменять. Ну, в общем, вы с этим столкнетесь в первые 5 минут, как начнете это писать. Поэтому нет смысла останавливаться. А вот так выглядит тест. То есть так как я вот эти все утилитарные create function, language и 2 доллара, короче, вынес внаружу, то внутри у меня остается вот такая достаточно приятная конструкция. То есть я вначале объявляю переменные, потом что-то у меня происходит с асертом, в конце происходит return.org. Ну, вот таким образом у меня напишутся тесты на SQL. Такие себе юнит, почти юнит-тесты. Вот, что-то здесь. Найти эту статью можно по вот такому запросу в Google. SQL on Rails concept. Она размещена на dev2. Там это все описано. Там на самом деле две статьи. Ну, вторая статья, она находится по автору. У этого автора не так уж много статей на этом ресурсе. Все. Да, обе про эту систему. В одной я рассказываю, как тач-тру менять, во второй я рассказываю, как тесты писать. Вот эта ссылка. Про что? В смысле, я не понял шутку. Да, да, я понял, что это сарказм, но я его не понял. Я пишу в Телеграме всякие буквы. Подписывайтесь на мой канал, колокольчики, все дела. Сейчас, секунду. Спасибо большое. И задавайте вопрос. Я уменьшаю количество Ruby кода. Цель у меня, типа, написать проект на рельсах, отказавшихся от рельсов. Ну, как бы это смешно не... Ну, там три с половиной строчки кода. Я, конечно, могу их завернуть в гем, но мне кажется, это не так важно. Плюс к тому, там основной код – это monkey-патчинг рельсов. Их тоже в гем завернуть? Как по мне, это неправильно. Нет, я в кожаную модель... Да, у меня есть rake-db-migrate. Вот в момент rake-db-migrate я создаю нужное количество триггеров, рулей, там, что там, констрейнтов и прочих хреней. Да, тут уж простите, тут никак по-другому. Некоторые пытались изгаляться вьюшками. Есть решение в интернете, когда у тебя рядышком с папочкой migrate, есть папочка views, и они каждый раз дропаются, создаются. Но вьюшки, как по мне, такое себе решение для реализации их в рельсах. Ну, то есть я бы попробовал и потом отказался. То есть вот такие вот поля и там красивые выборки с красивыми джойнами значительно лучше. Вот я там что-то о них говорю. То есть когда это начинается создаваться, там абстракция, короче, течет из всех щелей. Я попробовал, понял, что она сильно протекает и отказался от нее. Это не бизнес-логика. Ну, то есть когда я сохраняю апдейт этот, некое утилитарное поле, которое что-то там себе сохраняет. Бизнес-логика у меня находится все еще в рельсах. Если там юзер логинится, конечно, я переношу тот код, который выполняется достаточно железобетонно и всегда, я переношу в базу. Я не переношу в весь, все папочки, модул, триггеры. Я не переношу и вам не советую. Как с ними? Если рельсы использовать, то… То все плохо. Да, точно так же, как и в рельсах. Если вы пишете, ну, допустим, before create или там before update или там before validation. В рельсы? В базу? Ну, да, в базу. Ну, в зале. Один патч. Да. В данном случае, на рельсовом уровне, я уже передам значение клея, соответственно, я в дейдерс. Передадите. Если не патч. Да. А в проем случае, у нас представьте тысячу записи, то есть у нас запущено тысячу триггеров. Да. Если отключать триггеры, делай масс-инсерты. Не надо отключать триггеры. Просто делай масс-инсерты и все. А в чем проблема? Триггеры не таким-то нет. Ну, у тебя два варианта. Либо посчитать эту херню в Ruby, либо посчитать эту херню в SQL. Типа ты говоришь, ой-ой-ой, в SQL долго, а в Ruby быстро. Да. Скажи ему. Подождите. Подождите. В Ruby считается столько же раз, сколько и в SQL. Когда я, допустим, считаю поля created и updated, я использую константу current timestamp, которая для транзакции считается один раз. Поэтому тут считается ровно столько же раз. Если я использую функцию now, она будет вычисляться каждый раз при масс-инсерте. А лучше в данном случае использовать константу current timestamp, которая для транзакции считается один раз на момент начала транзакции. С этим, конечно, есть проблемы. Потому что когда запускаешь тесты, то проверить то, что у тебя запись обновлена в процессе теста, значит, становится проблемой, потому что current timestamp не менялся уже давно. Но в рельсах в обычных такая же самая проблема. Поэтому тут ничего не поделаешь. Ну, я понял. Мне хотелось бы, чтобы мой bin respect запускал все сразу одним скоупом и рисовал зеленые точечки. Я не хотел себе каких-то новых инфраструктурных решений. Я вот долго долбался, чтобы писать bin slash respect, пробел, путь к файлику SQL. Я хотел магии, но respect говорит, ну, патчи бинарник и там, занимайся. А мне такое тоже не хотелось сделать. Поэтому пока я живу как bin respect slash путь к специальному Ruby файлику, который все это делает, а потом квадратные скобки 1, 2.7, 2.3. Ну, вот это вот проход по циклам. Ну, пока так живем. Ну, ничего. Кто? А, в смысле, как пропатчить распек для вот этой штуки? Я понял, спасибо. Профит очень простой. В конце очень клевый, мне нравящийся профит. Меньше Ruby, кода. Все. Ну, он запускает тесты, тесты зеленые. Он начинает что-то менять. Понимаешь? Ну, новому человеку меньше мест что-то где-то поломать. Опять же, ну, не надо запихивать туда бизнес-логику. Ну, пример приведу. Допустим, если у меня есть поле full name, first name и last name, да, то вот full name, скорее всего, это у меня будет методом в Ruby. Ну, как-то не хочется вот это делать, там, compact join. Чего? По чему? По full name? Ну, я сделаю по first name и last name, которые в базе данных лежат. Или, допустим, там хочется мне… Ну, вот у меня есть промежуточная табличка. У меня есть A-запись, есть B, а есть стандартная вот эта A-B табличка. И вот для того, чтобы достать, ну, типа, A с join'em, S-B, два раза с join'em, чтобы там достать один никнейм какой-нибудь, там, или first name, или что-нибудь, там, аватар, я, короче, беру и дублирую поля вот эту в A-B табличку. То есть я говорю, типа, при изменении таблички A пойти в табличку A-B и всем им нахер перетереть там, я не знаю, никнейм. И у меня в табличке A-B появляется, ну, колонка никнейм, которая полностью совпадает с никнеймом в табличке A. Я уменьшаю количество join'em, но это уже мои забубоны, я так люблю. Чего? Программистов? Пять. Пропихнуть? Нет, вообще не складно. Никто ничего не заметил. Когда updated.add поменялся, никто ничего не делал. Потом, типа, такие, приходим, я взял, удалил один join'em. Они такие, а что ты этот join удалил? Я говорю, он нам не нужен, смотрите, вот тут есть никнейм. Они такие, о, круто, нам теперь не надо делать join. Что еще надо? Они такие, мне хочется вот тут три join'a сделать. Я говорю, ну, смотри, вот берешь триггер, копируешь его вот сюда, делаешь копирование, вот тут поля заменил, сделал миграцию, все, тебе не надо три join'a. Он такой, о, круто, спасибо. Все. Не, ну, те люди, которые приходят как бы в legacy код, да, они не меняют того, что там уже написано, но так мне повезло, что я писал этот legacy. Как там в Пайтоне, милостливый диктатор или как? Вместо мастера, что ли? Не, 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 это их… Ну, это замена мастера, типа, милостивый диктатор. А? Веневалентный диктатор. Я не помню, как его это, Гвида Иванроса, по-моему, называют. Как-то великий пожизненный, милостливый пожизненный диктатор проекта. Спасибо большое. Спасибо.